Самый главный вопрос. Ну, во-первых, еще раз скажем, что завтра мы встречаемся в Олимпийском, восьмой уже, восьмой международный фестиваль Авторадио Дискотека 80-х. И неужели последний, Александр Александрович? Ну, это, наверное, главный вопрос, на который я обязан ответить, который очень много задают. И ответ будет такой. Он будет честный, как всегда. Мы каждый фестиваль Авторадио Дискотека 80-х делали, как последний. И, в принципе, на каждом из последних наших фестивалей нас спрашивали, это завершение, так сказать, этой истории или будет у нее продолжение. И мы каждый раз не знали ответа на этот вопрос, и это было всегда абсолютно честно. Потому что каждый фестиваль удовлетворял самым высоким требованиям. Он каждый раз перепрыгивал планку, которую задавал предыдущий фестиваль. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что Дискотека 80-х, это... Ну, я не берусь сделать заявление, что это самое дорогое сценическое шоу в нашей стране, но то, что оно одно из самых дорогих, то, что оно там в тройку входит, это абсолютно безусловно. У нас на каждом фестивале более десяти иностранных исполнителей. И вы понимаете, что это гонорары, что это, так сказать, перелеты, что это гостиницы, это райдеры. У нас каждый раз исключительная сценография, которую могут оценить все зрители фестиваля, которые находятся в Олимпийском, и все телезрители Первого канала. У нас каждый раз отменный звук на фестивале. У нас каждый раз самое актуальное световое оборудование. Вот уж ей-богу, перед каждым фестивалем мне рассказывают, какие новые световые приборы у нас будут установлены, как они там светят, как чего там и так далее. Это действительно так. И, наконец, главное в нашем фестивале, дорогие друзья, это наша публика, вы, слушатели Авторадио. И, ну, вопрос последний. Вы знаете, дискотека 80-х не может продолжаться вечным. В конечном итоге формат фестиваля – это музыка десятилетия, которая от нас все дальше и дальше. Многие исполнители уходят, многие исполнители прекращают гастрольные деятельности. Авторадио всегда отличалось тем, что у нас выступали оригинальные составы, оригинальные исполнители, настоящие, аутентичные, то, что называется. То, что мы встречались с тем, чего поколение 80-х не могло увидеть в годы своей юности и только воспринимало через магнитофонные кассеты, какие-то там обложки дисков и так далее. Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» в этом году последний. Известно, что на фестивалях такого рода, где идет телевизионная съемка, артист сменяет артиста, чрезвычайно тяжело заставить и попросить, вернее, артиста работать вживую. Хотя они и готовы, но качество звука, технические проблемы и так далее. И вот сейчас, насколько я знаю, будет несколько исполнителей, которые готовы действительно работать вживую. В первую очередь, конечно, это Константин Никольский, special guest star такой, да? Да, безусловно. Вот, и это будет непосредственно живой звук. Вот тяжело шли переговоры с мэтром нашего рок-движения? Нет, ну это настоящий эксклюзив, это настоящий подарок всем слушателям Авторадио, потому что, ну, первый, Константин Никольский – это абсолютно легендарная фигура, ну вот, по крайней мере, для моего, для своего, Михаилу, поколения. Это просто, ну, действительно культовый персонаж. Ну, мы учились играть на гитарах под эти песни, конечно. Да, и так далее. Второй момент. Он сейчас редкий гость на крупных концертных площадках, если не сказать, что его вообще нет. И, наконец, последний момент. Константин сделал настоящее исключение для Авторадио, оказал нам свое реальное уважение, потому что он никогда не принимает участие ни в каких сборных концертах. И здесь Константин Никольский, как специальный гость, будет на нашем фестивале «Дискотека 80-х», поэтому готовьтесь. Это настоящий эксклюзив, это настоящий сюрприз, если хотите, это настоящий подарок. Настоящий живой звук тоже. Это настоящий живой звук, это настоящая гитара, настоящий голос и настоящие песни, в которых мы не то что каждое слово, каждое дыхание наизусть знаем. Знаете, чем я сегодня буду заниматься вечером? Меня попросили распечатать фотографию Алены Делона с интернета, обязательно взять автограф, иначе меня домой не пустят. Это второй колоссальный, колоссальный, я считаю, сюрприз нашего фестиваля. Настоящий секс-символ в Советском Союзе не только в 80-х, но и 70-х точно, и, может быть, даже конца 60-х и 90-х годов. Но, наверное, главный француз для России, Ален Делон, у нас в Москве, и не только в Москве, а у нас на Авторадио, у нас на фестивале Авторадио «Дискотека 80-х». С песней легендарной «Пароли-пароли», которую он на фестивале исполнит дуэтом с нашей соотечественницей Стеллой Джани. Вот, насколько мне известно, он же практически уже не соглашается, вот, Ален Делон, на участие в подобных мероприятиях, и вдруг у нас... Каким образом это все удалось достигнуть, действительно? Ну, вы знаете, это, так сказать, ну, действительно, тут все, все как бы соединилось в одно. И удача, и то, что Ален Делон уже выступал со Стеллой Джани, но во Франции, в том числе на лучших концертных площадках Франции, то, что он действительно любит Россию, его здесь ждут. Ну, и, наконец, он узнал про фестиваль Авторадио, он узнал про нашу радиостанцию и понял, что, ну, наверное, отказать нам невозможно. Поэтому мы его ждем. Это огромное событие не только для фестиваля Авторадио, не только для нашей радиостанции, но и для всей нашей страны. В гостях в России Ален Делон. Кстати, вот хотелось задать такой вопрос, что всегда у нас есть артисты, кто впервые приезжает на фестиваль, но есть и... И наши старые добрые друзья. ...полюбившиеся, да. А из каких, ну, я не знаю, там, критериев выбирается артист, который хочет приехать на фестиваль и выступить еще раз? В данном случае, допустим, Дитер Болин. Каким критериям? Дитер Болин хедлайнер, да? То есть здесь был выбор Дитера Болина. Всегда этот выбор обусловлен тем, что было раньше, потому что мы знаем, что у нас огромное количество людей ходит из года в год на фестивали, и он для них каждый год должен быть новым, обновленным, свежим. Дитер Болин был у нас в гостях, он был хедлайнером в фестивале, но это было уже достаточно давно. Ну, а то, что это культовая фигура 80-х, и фигура огромная масштаба в этом десятилетии, в этой музыке, да и вообще сейчас, это, ну, такой монстр немецкого шоу-бизнеса, да? И он крайне редко тоже гастролирует, да, на самом деле. Он занимается совершенно другими вещами. Он занимается продюсированием, он занимается огромным количеством телевизионных проектов, аналогично нашей фабрике звезд. И он работает, ну, как крупный деятель, так скажем, современный шоу-бизнес, современной музыкальной культуры, и как певец, тем более гастролер, он уже, это ему просто не нужно. Это еще одна дань уважения нашему фестивалю и нашей радиостанции, что Дитер Болин будет снова с нами. То есть ему понравилось в прошлый раз, я так понимаю? Ну, мне кажется, что да, безусловно. У нас есть колоссальные сюрпризы, да, впервые в России, да это и вообще одно из первых в мире выступлений шоу «Кинг оф поп». Это трибют Майклу Джексону, в котором участвуют настоящие, оригинальные танцоры и музыканты, которые работали с Майклом Джексоном, и которые должны были ехать с ним в тот гастрольный тур, который не состоялся по известной печальной причине. И в этом шоу участвует Валентина, а это, ну, так сказать, вообще двойники Майкла Джексона, да, это на самом деле целая культура, да, то есть это как бы не просто так, это не какое-то фрик-шоу, это очень серьезный, на самом деле, такой элемент шоу-бизнеса, да. Так вот, лучший двойник Майкла Джексона будет выступать на фестивале авторадио «Дискотека 80-х». Bad Boys Blue, ну, как без Bad Boys Blue? Ну, знаете, на нашем, так сказать, жаргоне это такое мясо, то, что называется, да, это, ну, это надо, да, без этого как бы не обходилась ни одна дискотека 80-х. Ну, конечно, да. Но это не Bad Boys Blue сейчас, это Брагин напевает. Впервые на дискотеке 80-х «Late Back». Этого мы добивались много-много лет, потому что это крупнейший коллектив 80-х, под музыку которых, в общем, мы живем все последние 30 лет. Это четыре мега-хита, среди которых мега-мега-мега-супер-пупер-хит, «Sunshine Reggae», ну, и другие тоже. «High Society Girl», «Elevator Boy». Ну, в общем, все, что вошло в тот самый альбом, за которым гонялось не одно поколение. Да, 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 да. Зажжет в очередной раз на фестивале «Авторадио дискотеку из 50-х» Олег Газманов. Он готовит специальную программу. Как всегда, будет специальный наряд и специальный зажиг на этот раз, да. Кони, кони, шинели. Пардон, ворвусь, да, мне сказали, что нельзя будет находиться за кулисами. Я говорю, почему? Потому что, во-первых, «King of Pop», там будет порядка, я не знаю, 40-50 участников шоу, и у Газманова человек 50 раз сказали. То есть «King of Pop» и Газманов, понимаешь, основной состав, так сказать, по танцорам. Вот такая афиша фестиваля. Я думаю, что она беспрецедентна, она, как всегда, многообразна. Здесь есть и новые исполнители, наши старые добрые друзья. Есть огромное количество мега-сюрпризов, так что приходите, не пожалеете.